Здравствуйте! В студии Артём Тарасов. Среди событий Великой Отечественное особое место уделяется военным действиям на Дону. Напомню, они продолжались с октября 1941 по август 1943 годов. Фашисты уделяли особое внимание взятию южных территорий Советского Союза, лишив Советскую Армию сельскохозяйственной поддержки, а также промышленной. Они решали также и внешнеполитическую задачу. В случае успеха на юге страны, они могли получить поддержку Турции и отправиться на Ближний и Средний Восток. Взятию Ростова они уделяли особое внимание. Адольф Гитлер дал поручение чеканить бронзовую медаль за взятие города. Также город назвали бы в честь командующего 1-й танковой армией Клейстом. Вот такой исторический факт. Платон как-то отметил тот, кто не знает своей истории и не имеет будущего. Эту стату также приписывали и Сократу, и Аристотелю. О том, как не забывать свою историю, сегодня мы поговорим с председателем комитета по молодёжной политике Ростовской области Владимиром Бабиным. Владимир, приветствую тебя в нашей студии. Добрый день. Накануне, наверное, самого главного праздника для нашей страны. Я знаю, что комитет по молодёжной политике совместно с Ростовским патриотическим центром разработал информационный ресурс, специально посвящённый Великой Победе. Вот сейчас я бы хотел, чтобы ты рассказал в начале нашей беседы, что он из себя представляет. Действительно, 2015 год – год особенный. Это год 70-летия Великой Победы. И именно по инициативе губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, комитет по молодёжной политике и Ростов Патриот-центр занимался разработкой интернет-ресурса «Книга памяти Ростовской области». И на данном ресурсе у нас будет в электронном виде сама книга памяти, где будут опубликованы имена погибших в годы войны, имена тех, кто ценой своей жизни ковал Великую Победу. На этом ресурсе будет у нас опубликована информация о всех патриотических мероприятиях, которые будут проходить и проходят в Ростовской области. Будет блок, посвящённый полностью памятникам Победы и воинским захоронениям, которые находятся на территории региона. Информация будет о поисковых объединениях и о тех, кто занимается сегодня поисковой деятельностью на территории Ростовской области. И воспоминания ветеранов на этом блоке ресурса также будут присутствовать. То есть всё, что касается истории, памяти и сегодняшней деятельности по патриотическому воспитанию, мы решили объединить вот такой интернет-ресурс, который будет называться «Книга памяти Ростовской области». Сейчас каждый желающий уже сможет зайти на информационный ресурс и получить к нему доступ. Да, действительно, каждый желающий может зайти на этот ресурс, память.дон.ру, но в дальнейшем этот ресурс будет наполняться. То есть это только начальный этап, он разработан. Насколько сейчас он информационно укомплектован? Ну там нет пустых мест, то есть любой раздел можно открывать и уже какую-то информацию получать. Но естественно, что нам нужно время, чтобы заполнить эту информацию, потому что от «Книга памяти» насчитывает уже более 270 тысяч имен. И мы хотим это всё вручную внести в этот ресурс, чтобы у нас там работал и поисковик сразу, и информацию тщательно. Там нужно подходить к этому, чтобы не было никаких ошибок, никаких неточностей, потому что мы к этому должны отнестись очень серьёзно и должны понимать, что это наша история, это наша память. Аналогичный проект запустили на федеральном уровне «70 лет Великой Победы». Когда вы создавали информационный ресурс «Книга памяти» Ростовской области, на чей опыт вы опирались и сотрудничали вы, допустим, с Москвой? Ну прежде всего мы опирались на базу «Мемориал» по линии Министерства обороны. И, конечно же, на базе «Мемориала» мы стали выстраивать вот эту аналогичную базу. Но я только добавил, что мы добавили в наш интернет-ресурс несколько разделов, о которых я выше упомянул, и касаемо памятников. Потому что если человек приехал в любой город, в любой район, он может открыть интернет-портал наш и посмотреть, какой памятник, где можно посмотреть, как можно к нему проехать, посмотреть, пофотографироваться. Потому что это наша история, это наша память, и мы должны беречь её. Я видел, что там можно и зарегистрироваться на этом сайте. Что даёт регистрация? Какие возможности пользователям? Ну я же уже упомянул о том, что там будут и фиксироваться, какие мероприятия проходят и будут проходить. И, наверное, мы сделаем в дальнейшем такую базу, что будет идти рассылка, возможно, по тем, кто зарегистрируется, и смогут стать полноценными участниками всего патриотического движения на Дону. Если, например, у меня есть какая-то информация, связанная, касаемая Великой Отечественной, допустим, о моём, скажем так, предке, который участвовал в войне, могу ли я прямо на сайте оставить эту информацию, чтобы её приобщили? Мы там оставляем раздел «Контакты», и контакты будут и Комитета по молодежной политике, и Ростов-Патриот-Центра, и поисковых объединений. Поэтому сначала нужно будет связаться с нашими контактами, для того, чтобы понимали, что там никаких неточностей. Мы проверяем это по архивной линии Министерства обороны, потому что это действительно такой серьёзный ресурс, на котором должна быть достоверная информация. От информационных, электронных ресурсов хотел бы перейти к печатным. В нашу студию, Владимир, ты пришёл не с пустыми руками. Сейчас я бы хотел, чтобы ты наглядно продемонстрировал нашим телезрителям, что это такое, расскажи о нём. Да, я бы показать принёс это вот словарь-справочник, Ростовская область, Великой Отечественной войне, 41-45-х годов. На самом деле это издание, это многолетний труд наших поисковиков, реконструкторов, историков. И автор-составитель, Щербанов Владимир Кириллович, он возглавляет наше поисковое движение «Память-поиск», входит в состав поискового движения России. Вот он является автором этой словаря-справочники, книги. Именно я считаю, что аналогов таких нет. Здесь информация собрана и по муниципальным образованиям Ростовской области. Иллюстрации есть какие-то? Есть иллюстрации здесь, и она здесь касается различных исторических фактов, естественно, достоверных. Как долго собирали информацию и готовили издание? Это многолетний труд, ещё раз говорю. Несколько лет в 2010 году выходило такое первое издание. Сейчас это издание доработано поисковиками. И губернатор Васильевич Голубев поддержал, и мы вот нашли финансирование на издание этой книги. Вот видите, Владимир Кириллович Щербанов, как раз и президент страны Владимир Владимирович Путин, вручает награду. То есть поддержка была и на федеральном уровне, и в создании? Да, на федеральном уровне, но и в целом поискового движения. В целом поискового движения. Поэтому этому внимание сегодня мы уделяем самое пристальное. У нас поисковое движение, оно и развивается, и дальше. Я только скажу, что за 2014 год наши поисковики обнаружили в ходе вахт-памяти 409 останков воинов. И за прошлый год удалось установить имена 113 погибших воинов. И ежегодно мы действительно обнаруживаем погибших воинов и устанавливаем имена. Вот именно благодаря работе поисковых наших объединений. За что им, конечно, огромная благодарность. Каким тиражом вышло издание и где, собственно, ему можно посмотреть или, допустим, приобрести? Тираж мы в начале года издали тысячи экземпляров. Сейчас, к 9 мая, мы добавляем еще 300 экземпляров. И мы данную книгу отдаем муниципальное образование на администрации, на библиотеки центральные. Поэтому жители Ростовской области и, прежде всего, молодежь может ознакомиться с этой словаречной справочником, с книгой. Именно в каждом муниципальном образовании. А вот касаемо ветеранов, то есть какие-то подарочные издания? Конечно, подарочные издания. Да, мы подарим в Совет ветеранов. Как раз вот эти 300, о которых я сказал, это как раз будет подарочный вариант. Мы их подарим и в Совет ветеранов муниципальных образований, и в поисковом объединении, ну и ветеранам Великой Отечественной войны. Сейчас я бы хотел поговорить о волонтерском корпусе, с которым Комитет по молодежной политике взаимодействует. Что из себя представляет этот корпус и какие задачи Комитет перед ним ставит? Задачи нам ставит Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриот-центр. Именно под их эгидой был образован федеральный. Это волонтерский корпус 70-летия Победы. И мы, как субъект Российской Федерации, естественно, присоединились к этому волонтерскому корпусу. И на сегодня у нас уже более 5000 активных участников волонтерского корпуса 70-летия Победы. И, естественно, все, которые патриотические мероприятия проходят и будут еще проходить в течение этого года и в дальнейшем, наши волонтеры активное участие принимают. И смысл и идея самого волонтерского корпуса – это не только к 9 мая по все патриотические наши мероприятия, акции, там и Георгиевская ленточка, и удели внимание ветерану, и у нас месячник Победа 70, и многие другие. Нет, смысл заключается в том, чтобы создать такой актив, актив молодежи, прежде всего, неравнодушных людей, настоящих патриотов, которые любят свою Родину. И чтобы этот волонтерский корпус у нас функционировал вообще в течение всего времени. Вот идея именно вот такова. Сейчас я бы хотел, чтобы ты рассказал, каким событиям волонтерский корпус и комитет по молодежной политике уделяет особое, скажем так, внимание. Какие события именно связаны с Великой Отечественной акцией? Ты бы хотел выделить особенно и почему? Во-первых, особое внимание мы уделяем, конечно же, памятникам, воинским захоронениям, одиночным могилам. То есть мы именно и настраиваем нашу молодежь, чтобы активно в этом плане позаниматься и уделить внимание даже всем могилкам, всем воинским захоронениям, всем памятникам. И молодежь, если вы посмотрите по соцсетям, самое активное принимает участие в благоустройстве, наведении порядка, уделении внимания ветеранов. И это не может нас не радовать. В частности, в 15.00, 6 мая, на Самбекских высотах, в Никлиновском районе, у нас состоится митинг с участием губернатора и закладка камня по строительству музейного комплекса, посвященному Великой Отечественной войне. И состоится небольшая военно-историческая реконструкция от наших реконструкторов. Там же все в одном месте, 6 мая. Поэтому приглашаем всех желающих принять участие. Какие акции готовит комитет по молодежной политике, в которых могут принять участие в преддверии Дня Победы и, собственно, в сам праздник жители Дона и гости нашего края? Мероприятия самые различные. Это и автопробеги, велопробеги, это и у нас акции «Георгиевская ленточка», это и массовое исполнение песни «День Победы». Вот об этом поподробнее. Год назад возле ДГТУ был установлен рекорд. 9,5 тысяч человек пришли и вместе исполнили песню «День Победы». Это день Победы, пороха пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. На этот раз я знаю, что в ДГТУ также пройдет эта акция. Совершенно правильно. И на театральной площади. Да, в этом году ДГТУ 5 мая планирует перебить свой же рекорд и уже установить более 12 тысяч одновременно поющих песню «День Победы». И акция у нас пройдет областная, всенародное пение, скажем, «День Победы» 6 мая на театральной площади в 10 часов. Мы приглашаем всех желающих. Будет большая праздничная концертная программа. Будут показательные выступления армейского рукопашного боя, чирлидеров, будет конкурс, солдатская каша. Действительно, создадим праздник для людей. И вот обращаюсь к молодежи, к жителям с тем, чтобы пришли и поддержали всех вместе спеть песню «День Победы». Владимир, в прошлом году пел песню возле ДГТУ? Конечно, конечно. В этом году кому отдашь предпочтение? ДГТУ или все-таки на театральную площадь пойдешь? Я думаю, мы и пятого споем в ДГТУ, и шестого с большим удовольствием примем участие на театральной площади. Всероссийская акция «Бессмертный полк», которая успешно идет и в Ростовской области. Ежегодно в составе главного парада страны идут потомки тех, кто участвовал в Великой Отечественной. Потомки несут, естественно, фотографии своих героев. В прошлые годы принимал участие ты в этой акции? И в этом юбилейном году есть ли у тебя это в планах? В прошлом году, к сожалению, я не принимал участие в акции, как участник, естественно, а не как организатор. В этом году я планирую принять как участник именно акции. И я прекрасно знаю историю и дедушек, и бабушек. И в частности, вот моя бабушка одна, она в 17 лет попала в концлагерь, и всю войну была в концлагере в Германии. Другая бабушка работала медсестрой в ТЛУ. Дедушка у меня командовал разведротой танковой, освобождал и Старопольский край, и Ростовскую область. Всю войну прошел на Т-34. Второй дедушка был у меня связистом. Поэтому, естественно, сегодня уже никого в живых нет, к сожалению. И я обязательно приму участие вместе с молодежью в бессмертном полку. Владимир, тебе спасибо за содержательные ответы, за информацию. Поздравляю тебя с наступающим праздником Великой Победы. Всех с Победой, праздником. Дорогие друзья, я напоминаю, вы смотрели первые лица на Дону от лица нашего телеканала. Мы хотим поздравить всех ветеранов со святым праздником. Прямую трансляцию Парада Победы в Ростове вы сможете посмотреть в эфире нашего телеканала 9 мая. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Одежда ведущему предоставлена магазином Пьер Корден.